Мы ведем эту запись в стенах Российского государственного гуманитарного университета и говорим об учителях. Я хотел бы сразу сказать, что учительство – это крайне важный элемент вообще качественного, рассчитанного на вечность в какой-то степени, качественного высшего образования. Без двух таких составляющих – учителя и ученики – высшей школы и университета быть не может. Не просто составляющих, а взаимодействующих составляющих, взаимодополняющих, взаимобогащающих. Конечно, от этого важнейшего элемента образования зависит практически почти все. И я считаю, что тем, кому довелось, посчастливилось найти среди своих профессоров, которых, конечно, все мы уважаем, подлинного учителя. Я, кстати, всегда подписывал все свои книжки ему, просто учителем, конечно, с большой буквы. Не потому что это, так сказать, начало фразы, а потому что я так и считал, и считаю. Им посчастливилось, потому что вот как раз это огромное счастье. И вот это, мне кажется, крайне важно для сохранения и развития самой университетской среды. У нас страна богата, конечно, подлинными учителями, школами научными. И чем больше их будет, тем будет лучше. Но главное их сохранить. И сохранить память о тех, которые вроде бы уже не с нами, а на самом деле с нами. Потому что многие вещи, которые происходят сейчас, через много лет после их кончины, они были заложены тогда. Незримо они присутствуют в наших делах, в наших поступках, в наших решениях. И это крайне важно. Бесспорно, каждое новое поколение получает совершенно новые, так сказать, вызовы времени. Нельзя, как говорится, войти в одну воду дважды. И многое то, что решалось поколениями прежними, не решается сейчас не потому, что это сложнее или легче, просто другая ситуация. Нельзя получить рекомендации на все. Конечно, приходится и придется решать многое самим. И это понятно. Но все-таки этот багаж, он очень важен. И он, я бы сказал, ну это то богатство, которое определяет, в общем, судьбу любого человека. Бесспорно, в моей судьбе Владимир Дробежев сыграл одну из основлагающих ролей. Я собирался быть историком, по-моему, с класса четвертого. С класса четвертого. И я был уверен, что я буду историком. И вот я еще когда поступал, как-то колебался быть археологом или заниматься более поздними периодами. И вот моя первая встреча с Дробежевым тоже сыграла определенную роль. Хотя до конца я еще не принял решение. И даже на первом курсе ездил на экспедиции. Ходил в НСО кафедру археологии, посещал. И не жалею, конечно, об этом. Но первая встреча произошла еще до того, как я поступил. Я пришел в лекторию МГУ. Я ходил на многие лекции на разные. Какие-то мне нравились, какие-то не нравились. И так получилось, что я попал на лекцию Дробежева. Но даже сама тема, сама подача материала была совершенно иной. Она была очень четкой. Она была, я бы сказал, такой драматично-динамичной. В отличие от предыдущих лекторов, которые застывали на кафедре, и было все равно многим из них, как реагирует аудитория, она была диалогом. Он, так сказать, все время был в диалоге с аудиторией. Вот этот диалог, вот манера, меня сразили. Мало того, после лекции я умудрился к нему подойти. А он был курильщиком. Естественно, он на колесе курил. И вот я к нему подошел. Ну, вот сказал, что я мечтаю поступить на ИСТВАК. И первое, что меня поразило, он сказал, ну, знаете, у нас очень серьезный экзамен не только по истории. Я вижу, что вы, конечно, увлекаетесь, и вы, наверное, хорошо знаете предмет. Я к этому времени уже почти наизуя знал вузовский учебник. Подряд Цекима, вплоть до мелким шрифтом, так сказать, названий всех опер, там, или каких-то балетов, там, в разных театрах, там, Алматы, там, или Ташкента. Я сейчас это уже, к сожалению, не помню, хотя сейчас бы мне вот пригодилось, потому что занимаюсь постсоветским пространством. Но тогда, потом, может быть, это не совсем то, что было на самом деле, поскольку это учебник 361 года прошлого века, и я помню, даже цвет, синий цвет такой, так сказать, такой томик, ну, такой приличный. Можно вообще было, так сказать, хорошенько пристукнуть человека. Вот. Грамм, наверное, так на 600 тонн весил. Вот. И я его знал почти наизусть. И он понимал, что я, так сказать, все-таки, судя по тому, как я цитировал эти куски, он понимал, что я так знаю. Он говорит, ну, знаете, ведь надо сдавать иностранный язык, а вы вот в подмосковной школе, насколько вы, так сказать, я понял, что если я буду сдавать и язык, то, может, я и не смогу это осуществить. И я срочно стал заниматься математикой, физикой, астрономией, чтобы получить хотя бы медаль серебряную. А в то время это означало, что ты будешь сдавать только один экзамен по истории. Вот. И надо сказать, что я, в общем, поскольку это было в районе февраля, я в этом деле преуспел. Но это все к слову. И вот, короче, дроби же в данном случае даже тут мне что-то подсказал такой путь. Я мог, конечно, его не реализовать, но, к счастью, реализовал. И это, в общем, сыграло ключевую роль в моей судьбе. Затем я увидел его на первом курсе, но мне не удавалось с ним так особо контачить. Единственное, что я как-то подошел и попросил его, ну, мне что-то порекомендовать почитать. Он мне что-то назвал, я стал читать. Ну, и так не было такого, как бы, постоянного диалога. Но со второго курса он уже начался. Я, как сейчас помню, первый момент, когда он ко мне подошел и говорит, вот вы собираетесь заниматься 20-м веком, отечественной историей. Ну, понимаете, мы сейчас занимаемся массовыми источниками. Это потом стали называться массовыми. Ну, тогда он искал просто какие-то комплексы материалов. И нужно, конечно, иметь знания серьезные и в области естественных наук, особенно математики. И у нас принято такое решение. Мы, ребят, историков, отправим на Мехмат, к Алмогорову получать историческое образование. Ну, я согласился сразу. Не потому что я был уверен, что я на Мехмате смогу учиться. Ну, просто затем эта модель не сыграла. Но идея такая была. И вот, так сказать, вот это второй шаг, который меня тоже поразил. К этому времени уже археология перестала заниматься так. И как бы вот понял, что тут мое призвание. Именно работа с ним, с Владимиром Зиновичем. Ну, даже речь шла не о том, о периоде, а речь шла о работе с этим человеком. Вот прям могу сказать. То, как бы, меня никто другой не устраивал. Я никому другому не собирался идти. Если бы он, не дай бог, к тому времени перешел на другую кафедру, то, может быть, я бы не стал заниматься и 20 мек. Это правда. Но я не жалею нисколько, потому что, конечно, мне очень повезло. Я считаю себя очень счастливым в этом плане. Как и многим моим коллегам более раннего периода и более позднего, кто у него учился и кто память о нем до сих пор сохраняет. Что же потом получилось? Я пришел на третий курс. К моему несчастью, лекции он нам не читал и семинар у меня не вел. Но он поговорил с Юрием Степановичем Кукушкиным, здравствующим ныне академиком и заведующим кафедрой этой, чтобы он дал тему, связанную с ним. И хотя это было довольно сложно, потому что Юрий Степанович занимался совершенно другими сюжетами. Дело даже не в том, что Дробежев занимался формально рабочим классом и интеллигенцией. Дело в том, как он занимался. Дробежев даже в ту эпоху, как, кстати, и эта группа главлями Ковальченко, они как бы были такими советскими позитивистами, что ли. Они шли от источников. И они мечтали и пытались передать своим ученикам, чтобы выявить скрытую информацию из-за огромного количества источников, которые имели место. Дело в том, что в отличие от медиевистов или специалистов по античности, у которых мало источников, для эпохи, начиная с середины XIX века, а уже XX века тем более, другая проблема. Проблема в отборе источников. Проблема в выявлении каких-то тенденций и явлений, исходя из тех материалов, которых просто в си невозможно охватить. То есть мы постепенно приближались к информационному обществу. Разные этапы этого процесса были налицо, и масса информации все время нарастала. Так вот, они, эти люди, вот эти, так сказать, такие, как бы я называю их советские позитивисты, условно, конечно, они пытались выявить какие-то тенденции и процессы, исходя из анализа огромных массивных информации. Кроме того, подход, который вот демонстрировал Дробежев, он заранее не предопределял выводы. Они должны были быть получены в результате, в обратном, ну, как и должно быть в историческом исследовании. И если, бывало, конечно, что эти выводы не совпадали с традиционными подходами, поэтому нельзя так безоблачно все рассматривать, но сам подход был совершенно другой. Он был профессиональный. Вот это вот, вот это обучение профессии, отношение к источнику, отношение к массовому материалу, использование методов других наук, ну, прежде всего, математики, матстатистики, теори вероятности, междисциплинарность, так сказать, в самом, как бы, подаче и самой задачи исследования, вот это отличало Владимира Зиновича во всех его начинаниях. После его блестящей защиты диссертации, по-моему, в 66-67 году, по истории ВСНХ, вышли от народного хозяйства. Кстати, тоже, так сказать, очень любопытная, сама по себе, тема, нетипичная для тех лет. Во-первых, у глави ВСНХ была масса людей, которые были потом репрессированы, так сказать, они были в разных уклонах, там, то я уже не, каких только, ну, во всех, которые были, они участвовали формально, так сказать, они ни в каком не участвовали, все было придумано, но, тем не менее, так сказать, им было приписывалось. Во-вторых, о некоторых людях вообще нельзя было упоминать и так далее. О ком-то уже можно было говорить, потому что он ее готовил уже в эпоху оттепели, естественно, уже их реабилитировали, их можно было называть, так сказать, и так далее. Какой-то такой переходный период. Но сама тема-то была, конечно, совершенно новая. Это не, совершенно не та тема. И там он нашел, работая с этим материалом, огромные массивы, так сказать, переписей служащих, госаппарата. Сначала 22-го года, потом 18-го года. И вот он мне предложил участвовать в написании работы, которая была, так сказать, реализована в коллективном дипломе, кстати, и в первой моей книжке вместе с ним. И вот по итогам этой работы была эта книжка издана. Она включала в себя три дипломных проекта. Это тоже, кстати, был инноват, потому что коллективный диплом – это не такая уж редкость, конечно, для ИСТФАК в тех лет. И я, как сейчас помню, в 1974 году, когда я уже закончил ИСТФАК, уже был аспирантом, праздновался очередной, может, даже первый раз, ну, не первый, один из первых юбилеев ИСТФАКа. То есть он был даже 40 лет, и был такой специальный стенд исторических факультет – пионер в освоении количественных методов исторических исследований. И там была обложка этой нашей брошюры. Я очень гордился. И самим стендом, и тем, что мы на обложке. Эта обложка, вернее, на этом стенде. Но вот немножко я хочу сказать о Владимир Зиновича как, ну, как бы, студенте и профессоре. Он заканчивал курс вместе с достаточно известными людьми. Допустим, ну, крупнейший археолог Федор Давыдов, его однокурсник. Были, вот, к сожалению, ушедшие очень рано, в 40-летнем возрасте погибшие в авиакатастрофе Юрий Владимирович Воскресенский, к которому он меня передал в аспирантуру в Институт истории СССР, кстати. Вот. И поэтому мой автореферат, на моем автореферате было две фамилии, потому что Юрий Владимирович и саму тему придумал, и туда меня перекинули же на эпоху, от линии 20-х годов, а послевоенную. Но фамилии были указаны две, поскольку Владимир Владимирович, когда Воскресенского не стало, опять меня, так сказать, поддержал. Ну, и так у меня вот в автореферате, только у меня, кстати, все остальные поменяли руководителя, просто две фамилии так и есть. Я изъещался в годовщину его гибели даже, так, через три года. Вот так вот, знаете, бывают такие случаи. 19 февраля, прям день в день. Это случилось в 1973 году, а я изъещался в 1976. Ну, так вот бывает. Знаю, что он учился, он у человека, которого мы все уважали, потому что это Ефим Науч Городецкий, это его учитель. И, кстати, именно эту книгу «Рождение Советского государства», независимо от того, кто бы ни был лектором на ИСТВАКе, она была единственной, которую давали на колоквиум. Это была такая, и это как раз история госаппарата. Вот от чего идет линия-то. Вот Дробежев занялся под руководством ВСНХ, а я занялся госаппаратом уже служащими всех наркоматов. Ведь мы занимались всеми наркоматами. Дело в том, что почему вообще возникла эта перепись-то? В 22-м году, в октябре 22-го года Ленина возникла такая идея, и что госаппарат очень большой. Но это вообще-то возникает не только у Ленина, возникало всегда, и я думаю, что и сейчас возникает. Вот, госаппарат надо сокращать. Вот. Но ведь все-таки надо придумать, как они сделали. Они провели перепись. Там было, если не ошибаюсь, 16 вопросов. Очень любопытные вопросы. И заодно статистики еще были дореволюционные или меньшевистующие. 22-й год еще не было расстрелов, еще не было репрессий на таком массовом масштабе. И они еще работали. Они уже не были в политике, но они были в стадорганах. Потом была такая книжка Натана Яснова, который рассказывал, что это был золотой век советской статистики. Потом, к сожалению, все их перевели. Увы. Перевели это не очень хорошее слово, но, к сожалению, так. Погибли они все. Они охватили 245 тысяч служащих. Он выяснил, что их еще больше, чем они думали. Фраза, которая была сказана, что это безобразие, наш аппарат надо лечить радикально, радикально, без переписи это невозможно. А когда выяснилось, что 18 было 218, сейчас 245, что их еще стало больше, значит, что, в общем, как же лечить, когда, в общем, надо уже его совершенно сокращать. Ну, они его, конечно, думаю, не очень-то сократили. Я просто уверен, даже ничего не думать, не думать нечего. Вот. С тех пор он только вырос. Но сам источник сохранился. И он, они-то его опубликовали только цифру количества людей, там, 94 категории. От наркома до, так сказать, вахтера. Вот. Количество людей и по должностям расписания. Это такую книжечку они опубликовали, работники, которые делали. А все остальное осталось. И, конечно, не полностью, потому что, например, естественно, что Ревоинсовет нам не дали, потому что там Троцкий возглавлял, так сказать, его тогда. Ну, что-то еще там не дали, так сказать. Но, кое-что, конечно, изъяли, видимо, когда это лежало, это лежало и сейчас лежит в архиве экономики. Так вот, в этом материале сохранилось огромное количество этих анкет. И мы их, вот, их даже, они даже не были перенумерованы. Мы их просто сами инумеровали и сами делали выборку, там, и сами создавали эту, это, так сказать, вот, будучи студентами, эту, как бы, ну, базу, которую мы потом анализировали. И Дробежев, конечно, вот именно это его заинтересовало. Ведь, какая была общая точка зрения? Что были, вот, какие-то красногвардейцы, которые пришли в наркоматы о странах дел, сняли бушлат и стали дипломатами, там, ну, были там, в банк пришли, так сказать, другая группа, значит, стали. Красногвардейская, атака на капитал 18-го года, и, как бы, как, как они вошли в аппарат. Рабочие, ну, помните, у Ленина, кухарка будет парад государства. Вот, ну, как бы, так, как лозунг. Но выяснилось, что огромное количество, во-первых, старослужащих, только самая верхушка была новая, а практически весь аппарат оставался старым. Вторая группа, это студенты, студенты, которые не получили, ну, это я уже свой диплом рассказываю, студенты, которые недополучили, не завершили образование, пришли, ну, поскольку они все-таки грамотные, естественно, сказать, имеют. И третья группа, это через армию. В том числе, это могли быть и красногвардей, и красноармейцы, могли быть и те, которые вступили в красную армию, сказать, из городских слоев, или даже из белой армии, такие тоже же были, которые пришли в аппарат, в управление. Вот, собственно, три категории. Но отнюдь не совсем другая картина, картина, более сложная и более интересная получилась. Через много лет я в одном, так сказать, работе с его, так сказать, коллегией, которую я очень хорошо знаю и уважаю, профессора в Далласе, Южный, как, South Messages University, так сказать, там вот в этом университете, он заведующий кафедрой, и он занимался тоже госсторожищем. И он нашел эту книжечку и на нее даже ссылался. Я был поражен. 15 копеек, но дело не в копейках. Я даже думал, что вообще его все забыли. И на нее ссылались много раз. Она так вошла в обиход. Я немножко хочу сказать об этом направлении с несколько другой стороны. Мне кажется, что они пришли к этим массовым материалам, к этому, как бы, новому витку в развитии источниковедения, не только из-за любви к искусству, как говорится, и как профессионалы, но и исходя из условий. Дело в том, что в то время совершенно свободно заниматься политической историей, все-таки, ну, я думаю, что мы тут не будем, так сказать, наводить тень на плетень, было очень трудно. Во-первых, если вы говорите советской эпохи, то это все, так сказать, одни высказывания, которые были уже изданы, и, в общем-то, там очень было мало маневра. Это во-первых. Во-вторых, они все-таки хотели заниматься наукой, а не иллюстрацией вот этих вот выводов, которые уже есть. И поэтому вот это был для них выход. Они как бы, они за собой потянули своих учеников. тут они как бы, ну, пытались избежать вот того, той критики гуманитарного знания, который и сейчас существует с точки зрения технократов и специалистов естественного знания, что не измерить ничего нельзя, не проверить ничего нельзя, не эксперимент нельзя поставить. Ну, в общем, это как бы не наука, это как бы такое вот искусство, что ли. Вот. Это вечный спор, он будет существовать пока мы, не только мы, а вообще пока уже будет развиваться знание. Вот. Но, вот это обращение к массовому материалу, использование математических методов тогда казалось, как бы, вот как у вас и есть выход, ответ на эти претензии. Кстати, это было очень опасно, можно было прийти к обратному, сказать, что вот все остальное историческая наука, это не наука, а только та, которая занимается вот этим математом, это и есть наука. Это тоже было опасностью. И вот у Дроби же была такая фраза, я ее запомнил, машина или вы, это как ручка в руках исследователя, а то, что, говорится, машина посчитает или то, что напишет этой ручкой, это в голове исследователя. То есть, задача крайне важна. Если задача поставлена неверно, то и машина посчитает, так сказать, так, как поставлена задача. Вот это было очень важно. Вот это вторая причина, почему они этим занялись. Ну и, наконец, еще одна, конечно, это же было время, когда в мировой исторической науке доминировали социально-структурные школы. Все занимались не только массовыми данными, а на базе массовых данных выявлений классов, слоев, групп внутри каких-то обществ. Независимо от эпохи, это было как-то таким массовым явлением. И это пришло в мировую науку. И оно попало к нам, и его нельзя было особо, так сказать, как бы с порога отбросить, потому что мы же вроде марксисты, мы занимаемся массами, рабочий класс, крестьянство, это же массы, это же движение масс, а тут говорят о структурах. И вроде бы надо заниматься слоями внутри рабочего класса, интеллигенции и крестьянства. И тут начинается проблемы, потому что как только мы стали заниматься этими слоями и структурами, сразу, так сказать, мы попадаем под огонь критики всех ортодоксов. Тут это не важно, или вы занимаетесь крестьянством, тут сразу новое направление, так сказать, это было объявлено вне закона, потому что там вроде как трудовое крестьянство, а надо только заниматься бедняками, вот. Если вы занимаетесь рабочими, то тут сразу получается, как только в условиях НТР, а я как раз занимался, у меня диссертация была в Ленин-ТР на рабочие кадры, как только появляется слой, который занимается вроде рабочий, но он занимается умственным трудом, то есть он наладчик, и он уже получается не подходит под рабочего, там, как говорят, токаря, слесаря, понимаете, или там лыжник оружия пролетариата, у него булыжника нет, он уже как бы совершенно другой, вот. он не подходит опять, так сказать, и я помню, как Шкаратана дроби возвещала, как его полоскали за его книжку 70-го года, по-настоящему, по-настоящему, проблема социального рабочего класса, где он, собственно говоря, использовал, так сказать, принятые в мировой социологии, в исторической, в исторической социологии позиции, где, так сказать, рабочий класс не только примитивно, там, традиционного, индустриального типа, ну, станочник, короче говоря, или там, но и рабочий, который наладчик, тоже наладчик, рабочий, который, как бы, уже работал в автоматизированном производстве, мало того, это, он будет, можно наладчиком быть разных уровней, и так далее, и получалось, что, вот, его за этот, так сказать, вот, ортодоксы, опять же, очень сильно, ну, мягко, скажем, мягко говоря, мягко говоря, сильно, вообще, жутко критиковали, это, в общем, могло привести кор к выводам и приводило иногда, ну, правда, эпоха была уже не сталинская, поэтому это не приводило к таким, как говорится, ситуациям, у меня, у человека нет проблемы, вот, увы, но, не увы, а к счастью, я хочу сказать, вот, но, но я хочу сказать, что все равно это было, поэтому, как бы, это поколение, они были, представляли, как бы, либеральную, либеральную часть, вот, советского, научного истеблишмента, они не, они не выходили за рамки советской системы, они, они и в образовании, и в своей деятельности, и Дорогий Владимирович, к этому принадлежал, к этому поколению, к этой группе, они хотели усовершенствовать эту систему, это все молодые люди, которые воспитывались и обучались в эпоху первой оттепели, потому что они поступали или заканчивали университет именно в эпоху хрущевских реформ, и это, я в этом абсолютно убежден, вот эпоха, она не может, конечно, все объяснить, но она накладывает очень важный след и, так сказать, на воспитание, на мироощущение, на поступки тех, особенно тех, кто учится, поэтому берегите хорошие эпохи, тогда будут хорошие выпускники. О дроби же я еще могу сказать, мы только начали формировать какие-то черты его портрета, и вот одна из важнейших черт этого портрета, он был блестящий организатор, просто от Бога, он, так сказать, очень четко ставил задачи, очень сущностно выбирал тех, кто эти задачи могут реализовать, реализовать, он воодушевлял, какой-то создавал, ну, какую-то игру, вот это в образовании очень важно, чтобы люди, которые с тобой работают, ощущали не только часть, что это часть их труда, но что они играют какую-то важную роль в этом процессе, что они, от их дел зависит результат, что они, как бы, не просто, как бы, выполняют какую-то чужую волю, и просто тут, как винтики исполнители, а они живые участники большого дела, и он фонтанировал все время идеями, а основная масса наших людей, которых я очень люблю и уважаю, не очень любит таких, так сказать, фонтанирующих идеями людей, во-первых, это очень беспокойно, вот, как бы, ну, это, как бы, затратно, вот, ведь, вы понимаете, весна, лето, осень, зима, все идет, все заведомо, все известно, а тут какие-то, вот, все идеи, вот, и вечно как будто под тебя всеми стул выбивает тот вот, вот, все его идеи не всегда поддерживались, то есть поддерживались теми, кто это, молодежи, которая это реализовывала, но отнюдь не поддерживались теми, кто был рядом, так сказать, и, в том числе, и его коллегами, ну, объяснения были разные, одни считали, что это, в общем, не нужно, другие считали, что можно это не делать, третьи считали, что это, в общем, претворечит линии, так сказать, партии, ну, разные были объяснения, вот, и даже были такие фразы, Володь, ты можешь делать только что угодно, только не в тяги-то, ради бога, нас в это, вот, так сказать, или кафедру, там, или не в тяги, ты делаешь что угодно, ты же свободно можешь где угодно что-то делать, так сказать, вместе со своими учениками, только не надо вот это, так сказать, и поэтому у него была масса вынужденных, масса неформальных групп, каких-то, нигде не зафиксированных или полу зафиксированных лабораторий или центров, в которых мы все были, и мы, я много лет, десятилетиями входил в какие-то группы, которые никогда нигде, в общем, их следов, они вообще были, и они сделали очень много, и даже, когда эти книжки выходили под его редакцию, он даже писал там, вот, лаборатория такая, там, что-то сделал, вот, но они были, как бы, виртуальными, эти коллективы, они включали не тех, кто работал с ним, формально, на ИСТФАКе, допустим, а всех, кто из его учеников, которые оказались где угодно, и они, как бы, объединялись именно под проект, но, ему хотелось возглавить какое-то дело, а он был, самое большее, что ему доверяли, это заместитель заведующего кафедры, как нынешний ректор Российского государства гуманитарного института, он сказал, что это великая должность, серьезная должность, конечно, очень ответственная, но она, все-таки, по-моему, гораздо ниже того масштаба, который он, так сказать, сам собой представлял, ну, и поэтому, я говорю об МГУ, и поэтому, когда ему, Николай Прокрович Красавченко, в 1984 году, уже через 10 лет, после того, как я, помните, этот стенд, опять же, на юбилей из ТФАК МГУ, это, кстати, хорошее место, там многие вещи решаются, и даже с моей судьбой связаны, я как помню, сейчас, как они стоят уже в новом здании, ну, теперь уже старое, новое, то есть, то здание, с которым уже из ТФАК уже уехал, у входа в этот зал, и он что-то ему, Красавченко, я впервые увидел его, что-то очень энергично говорит, именно тогда Красавченко уговаривал его прийти в МГАИ, это 1984 год, и он пришел в 1984 году, и ему впервые предложили кафедру, кафедру, то есть возглавить кафедру, и у него была такая мечта, что он, наконец-то, не только воздает кафедру, а всех своих многочисленных, учеников, которые разбросаны по всему, так сказать, Москве, не только Москве, соберет, и вот тогда уж мы дадим, так сказать, как говорится, залп, так сказать, в общем, массовый такой, выплеск такого, ну, академического, исторического, научного знания. вот такая была идея, ну, поначалу, конечно, ну, кто-то, понимал, так сказать, серьезно, из тех учеников, кто-то думал про себя, как получится, но это случилось, и в 85-м году, по-моему, я уже на полставки пришел на его кафедру в МГАИ. Он был, пожалуй, здесь наиболее счастлив, как администратор, как руководитель направления, уважаем, так сказать, руководством этого института, поскольку, все-таки, фигура была очень, ну, весомая, даже для, даже в масштабах МГАИ, весомая, знаковая, известная, и к этому времени практически весь мир исторический, который занимался 20-м веком, независимо от того, как к нему относились внутри, из Фака, я имею в виду на его кафедре, его, конечно, признавал, как лидера. Он знал прекрасно архивы, архивисты все знали его прекрасно, кстати, к этому времени его и знали во всем мире, потому что именно он на из Фака один из немногих вел систематически велоконсультации с зарубежным исследователем по 20-м веку. То есть, конечно, приезжали к Петру Андреевичу Занечковскому, великому нашему историку, которому надо кланяться, то, что у него целая школа и, слава богу, здравствующих сейчас и на из Фака, и в ней из Фака людей, и за рубежом, так сказать, в далеком Стэнфорде, и где угодно. Вот, к нему приезжали, но кто-то занимался 20-м веком, приезжали к ним именно к Дробежу. Это оттуда наш знакомца Шеллой Фитцпатрик с Биллом Розенбергом, да я могу, так сказать, с этим Робертом Дэвисом, так сказать, коллегой Карра, известнейшего специалиста по российской истории 20-го века с Бирмингем, это Англия. Ну и с Аликом Новым, с, так сказать, с Хеймсоном. А это же не только известнейшие специалисты, но у них свои школы и у них свои ученики, которых он присылал, они присылали к нам. И я много раз, так сказать, видел эти довольно любопытные, очень душевные беседы и участвовал в них, кстати. Вообще, многие крупнейшие ныне специалисты по российской истории, которые есть, которые работали в условиях Холодной войны, простите, когда, конечно, это совершенно другая эпоха, в отличие от нынешней. И все это было под контролем, под колпаком разных структур и так далее. Но все вспоминают его с огромной благодарностью. Я могу сказать, по этому следу все время и ездил. Эти вот специалисты, они хотели работать в архивах. они хотели показать реальные социальные процессы. И тут они с Дробежем сходились, потому что Дробеж тоже как раз был человеком, который хотел на материалах архивов дать реальную картину того, что было. И потом ему удалось создать такие человеческие отношения с этими людьми. И поэтому когда приезжал куда-либо ученик Дробежева, это уже было мандатом. Это тоже важно. я вот сейчас это как раз хорошо понимаю. Вот когда не просто а где вы за ним учились? Ну, там-то. А у кого вы учились? Все. Это как вот визитная карточка. Вот. Ну, кстати, то же самое касалось и Занечковского, допустим, и Ковальченко, к примеру. То есть историческая наука, конечно, она в чем-то едина, но многолика. Я хотел бы немножко рассказать о вот этом феномене кухни Дробежева. То есть не кухни его творчества, а реально, так сказать, помещение в его для меня очень теплой и важной квартире, его обиталище на Тверской, ныне Тверской, тогда улица Горького, дом 6, на третьем этаже этого дома. Дело в том, что именно на кухне, как правило, хотя бывали случаи, конечно, когда мы нас принимали и в его большую комнату, собственно, это была квартира не очень большая, там было всего две комнаты, единственное, чем гордился Дробежев, что в его длинном коридоре можно было даже собрать байдарку, а вообще-то, так сказать, сама-то по себе внешним понятием квартира была не очень большая. Но, как правило, он работал на кухне, потому что там можно было курить, было открыто окошко, и от кухни выходило как бы такой, то ли балкончик, то ли такой, так сказать, странной формы сооружения, где можно было как-то, так сказать, слышать шум улицы, что ли. А, конечно, квартира была, так сказать, протянется тишиной, потому что, как только открывались любые окна или форточки, шум со всех сторон раздавался дикий, потому что это Тверская, и даже во дворе было довольно шумновато. Что там решалось? Ну, во-первых, решались, конечно, творчики судьбы его учеников. Вот я могу сказать, ну, какое-то количество работ я написал, опубликовал, но если вспомнить, если даже взять перечень трудов моих, так сказать, при жизни Дробежева, то я могу сказать точно, что нет ни одной, ни одной, подчеркиваю, ни одного издания, ни большого, ни малого, ни рецензии, ни какой-то информации, которая публиковалась под моей фамилией, которую он не читал. То есть не читал, я имею в виду, когда она была издана, а тогда, когда она готовилась. Как правило, Владимир Зонич читал наши рукописи все рукописные, то есть мы даже их не давали, мы давали на машинку после его правки, вот так. Это он специально так завел, чтобы не терять время раз, и, во-вторых, чтобы нам это было не так накладно, я бы сказал так. И это касалось не только меня, это касалось всех его учеников. Бесспорно, это огромный труд, потому что, ну, естественно, он уже давно знал наши почерки, так сказать, и разбирался в них совершенно, так сказать, свободно, как и мы его почерк знали, потому что этот, всегда это же, мы получали обратно правленную рукопись. Владимир Зонич был потрясающим редактором, это был практически переработанный текст. Может быть, в нем не было, бывало, есть случаи, когда не было много правки, но та правка, которая была, она менялась практически весь, ну, так сказать, вид, что ли, суть этой работы, она преображалась. Может быть, он менял название, может быть, он добавлял название какое-то, так сказать, пояснение. Кстати, вообще, он был мастером заголовков, мастером рубрик отдельных разделов, потому что, бывало, что он читал и дипломные работы, или курсовые работы. И вот я хочу еще раз подчеркнуть, все, что выходило из-под пера его учеников, это было в реальном, в полном смысле слово, как сказать, творчество в соавторстве с учителем. И поэтому, вот, даже когда мы слышали какие-то разговоры, что вот, Дорубеж публикует со своими учениками вместе, нас это даже возмущало, потому что мы за честь считали, что мы вместе с Дорубежевым где-то публикуемся. И не потому, что, так сказать, он, как бы, вроде бы на этом наставил. Мы этого хотели. Я говорю мы, потому что это касается не только меня. Если взять, вообще посмотреть его публикации, то там огромное количество работ вместе с учениками. Это неформально, так сказать, как бы, знаете, как бы, ну, подписи руководителя под готовым текстом ученика отнюдь нет. Это как раз как правило и совместный замысел, и правка текста, и доработка, и эта работа, она совместная, она была очень дорогого стоила. Это просто, фактически, как бы, творчество и обучение ремеслу. И вот это происходило на этих кухнях. Мы обсуждали не только творческие вопросы с нашим учителем. он живо не интересовался, он жил, так сказать, жизнью своих учеников. В полном смысле слова. Он считал своеобязательным не только поздравить там с днем рождения или так далее, с каким-то событием, но быть на свадьбе. и я счастлив, что и на моей свадьбе он тоже был. Не только был, он выступал, он пел, есть это на пленках, как мы вместе поем. Вот. Я помню такой эпизод из моей личной жизни, совершенно такой бытовой. Я поехал далеко из наших краев, так сказать, в общем, в лесную, так сказать, территорию нашей страны. И что-то я должен был там, так сказать, вот, заказал я какие-то там, ну, что-то там деревянное, я не помню, что-то такое связанное со строительством своей дачи. Вот. Заказать я заказал, но получить это было очень трудно. Я уже отчаялся, день я хожу, второй день я хожу, третий день я хожу, ничего не получается. Никто не отказывает ни в чем, но ничего не делается. Ну, я в отчаянии позвонил, так сказать, знатоку нашей провинциальной жизни, своему учителю, и получил три рекомендации, которые запомнены на всю жизнь. Они касались конкретно этой ситуации, но вот рекомендации очень такие, знаете, жизненные. Он сказал, Фима, это деревня, поэтому надо прийти очень рано, желательно в районе семи утра. Второе, потому что после восьми утра уже бесполезно с кем-либо разговаривать. Я не комментирую почему, но тем не менее. Второе, прийти надо не одному, а обязательно с кем-то из местных людей, которых они знают, и только тогда с вами будут разговаривать. Третье, прийти надо не только с кем-то из местных людей, надо до этого объяснить этому человеку, что вы хотите, только не так вот по-научному, а так, чтобы он понял, даже попросите его, чтобы он повторил, как он вас понял. И пока вы не добьетесь того, чтобы вы понимали, что он говорит то, что вам надо, не надо даже ходить. и тогда вы добитесь результата. Я так поступил. Во-первых, это не так легко найти место, которое с тобой пойдет, но все-таки я целый день этим занимался, искал такого места, нашел, потом я с ним провел часа три, обсуждая, что мне надо, причем это был просто разговор, вот такая беседа, которая требовалась, надо было объяснить, надо было узнать, как, и через на следующее утро, именно в 7 утра, начался какой-то процесс, который закончился тем, что я все-таки решил задачу, которая перед нами стояла, иначе бы я, так сказать, никогда не решил. Так мне кажется, но тем не менее. Ну и что еще я хочу вспомнить, вспоминая эту кухню. Дробежев не просто сидел и читал наши рукописи, или столько с нами разговаривал, он одновременно делал еще пять дел, и это он успевал. Он, во-первых, думал о чем-то своем, что провоцировало, вернее, эти думы, ну как бы спровоцировали, с хорошим словом, нашим присутствием, потому что так или иначе, кто-то занимался какой-то проблемой, за эти проблемы были какие-то люди, какие-то отношения, и это как-то какие-то ассоциации у него все время возникали. Это первая работа мысли, которая видна была неуженным глазом, он не просто слушал, он умел слушать, надо сказать, что вообще это уникально в этом отношении человек. Я такого второго даже не знаю. он умел слушать, он мог слушать часами и давать какие-то небольшие реплики, комментарии. Вы знаете, надо сказать, что вообще-то людей, умеющих слушать, вот обратите внимание, крайне мало. Людей, умеющих говорить, очень много. Людей, умеющих, желающих, чтобы их слушали, но это просто, так сказать, великое множество. А вот людей, умеющих слушать, не перебивая, не комментируя, а именно слушать или выслушивать, это большое искусство в гуманитарной среде, по крайней мере. Он, как раз, и умел слушать. И так, вот это первая часть его творчества во время наших, так сказать, общений. Во-вторых, там всегда, как правило, сидел не один человек, а несколько, один, два, три, и он параллельно решал вопросы, которые, может быть, не всегда связаны. Это был какой-то такой, я бы сказал, такой рабочий, ну, рабочий, что ли, так сказать, семинар, что ли, какая-то, так сказать, в общем, школа жизни. Третья форма деятельности, которую, так сказать, тоже нельзя забывать, пока мы доставали, рассказывали, что-то такое, у него лежали еще и у бумаги, которые он тоже смотрел в то время. Правки какие-то, так сказать, рукописные, диссертации, потому что ведь не только ученики эксплуатировали активно его вот это желание и, так сказать, такое добродушие и желание помочь всем, но и масса коллег, которые все давали ему какие-то рукописи на оценку и, в общем, и на какой-то, ну, и так далее. И таких вот это все время присутствовало. И, наконец, последнее, не по значению, а просто по тому, как я вспоминаю, это сопровождалось еще огромное количество телефонных звонков, которые прерывали всю эту, так сказать, операцию. И эти телефоны, поскольку он умел слушать, они практически были таким мнимым диалогом. То есть на лице его выражалось внимание к говорящему, что-то ему по телефону. Он какие-то комментарии краткие давал, ну, очень краткие, но очень четкие. И это приводило к очередному монологу того, кого, с кем он говорил. Но очень часто это были общие знакомые и тех, кто из учеников там был, и тех, с кем он разговаривал. Поэтому это кончалось тем, что мы как бы узнавали из этих, по итогам этих разговоров или по комментариям в этих разговорах очень много для себя важного, полезного и ценного. и как бы оказывались вот в историографии. Вот знаете, вот историография это очень интересный процесс. Одно дело, когда ты читаешь чужие работы или участвуешь в конференциях, и ты слышишь какое-то мнение, а другое дело, когда ты в историографии ну, как бы в среде, потому что это были разговоры не просто о погоде, природе, там, так далее. Это были разговоры, как правило, профессиональные. И вели их именно тоже профессионалы. и коллеги его по по цеху. Ну, кстати, были и телефонные разговоры из-за рубежа тоже, и такие разговоры. Вот. И, как правило, после окончания этого разговора Владимир Зимирович давал такой, ну, я бы сказал, в одной фразе, может, в одном даже меньше предложения, комментарий, итог, который давал, так сказать, какой-то ход этих мыслей. Кстати, я много узнал присутствовать. Так я, например, узнал, что ректором этого университета будет Юрий Николаевич Афанасьев из-за одного из таких разговоров. Вот. Или я помню, как мой учитель защищал от атак совершенно несправедливых и, так сказать, одного из крупнейших, нашего социолога, который сейчас является ведущим социологом страны, Афсеримовича Шкратана, за его книжку «Проблемы социальной структурой рабочего класса», и как, Владимир Афанасьев, выслушивая, в том числе и тех, кто хотел выслужиться перед властью и долбануть не за что, так сказать, ну, как бы безопасно долбануть, для себя безопасно этого ученого, мягко, потому что понимал, с кого умеет дело, ненавязчиво, но все-таки пытался и добился, бывало и добивался того, что эти нападки, ну, или сходили на нет, и они были, так сказать, смягчены, ну, где это было возможно, или, по крайней мере, он имел информацию, которую он мог использовать во благо в этом плане, и такие вещи, так сказать, вот, ну, конечно, были случаи, когда один, кто-то из нас, я помню, что при мне много было разговоров, допустим, с моими, так сказать, ну, с коллегами, теперь уже дотарами, наук и так далее, тогда учениками Дробежева, или я звонил ему, так сказать, при них, потому что, ведь помимо вот этих встреч на кухне, которые были, да, очень регулярными, мы перезванивались, фактически, бывало, ну, если не несколько раз в день, то раз в день обязательно, обязательно, так что, вот такая атмосфера, ну, и, конечно, это совершенно, я должен кланяться, и всегда много раз это говорил о Кане Михайловне Дробежевой, как она терпела нас, потому что, понимаете, это продолжалось не день, не час, не два, это продолжалось всю его жизнь, вот, последний раз, к сожалению, для себя, я попал на эту кухню в то утро, когда его не стало, я прибежал к ним в квартиру, так сказать, и он уже встретил Сережу, сына, так сказать, совершенно потухшего, так сказать, ну, конечно, понятно, в каком состоянии, мы, прямо скажу, заплакали, ну, это уже, уже, так сказать, после него и без него, вот такая вот кухонная жизнь, она сыграла в моей судьбе огромную роль, там решались, если говорить обо мне, многие судьбоносные для меня, так сказать, принимались решения, ну, допустим, вот, связанные решения, связанные с моим аспирантским трудоустройством. Я закончил Московский университет, наш факультет исторический, в 71-м году, ну, в общем, достаточно успешно я учился, и главное, что я защитился в апреле, то есть не, раньше даже многих, и стал готовиться в аспирантуру. Эта подготовка потом сыграла для моей жизни большую роль, потому что, как я готовился, я практически выбрал из себя там 60, или я забыл, 80 тем, и в историографическом ключе их все подготовил. По-моему, 80, я уже не помню, в общем, очень много. Но так получилось, что при всем том, что я подготовил 80 тем, две темы, которые я получил, я их не готовил. Тогда, в 71-м году, ни по той, ни по другой, практически не было очень развернутой историографии. Нечего было, как говорится, очень так серьезно представить. Первая тема была СССР накануне войны, и вторая тема образования СССР. И я стал, конечно, ну, уже тема есть, время было, стал мучительно вспоминать, что я знаю по этим двум периодам в плане историографии. То есть, речь шла не о том, что я должен был рассказать об этих событиях, это, конечно, было бы нетрудно. А экзамен был именно в историографическом ключе. Что было опубликовано по этим темам? Ну, и меня сгубил, так сказать, один сюжет. Я вспомнил книжку Некрича 22 июня 41-го года. А на дворе было, так сказать, лето 71-го года. А книжка Некрича вышла в 65-м году. Она была, как бы, так сказать, на излете Хрущевской оттепели опубликована, где Александр М. Алексеевич доказывал и справедливо, что, так сказать, была масса информации о том, что Сталин получил информацию о начале войны, не говоря о Рехриде Зорге, там и Красная Капелла. Ну, в общем, все это достаточно хорошо сейчас известно. Но вышедшая эта книжка в 65-м году, а я был студентом из ТВАК, конечно, я ее читал. Она, чего я совсем не знал, в 69-м, в 70-м году получила зубодоробительную, зубодоробительную, так сказать, критику во всех наших основных идеологических журналах. Ну, прежде всего, в вопросах истории КПСС. Этого журнала я вообще тогда не смотрел, так сказать, вот. И, конечно, я не знал ничего про эту критику. А книжку-то я знал. И на мое несчастье, понимаете, у меня еще, конечно, было мало в этом плане политического чутья, я эту книжку назвал и стал ее, так сказать, оценивать. Что эту комиссию, которая только что закончила критику этого, так сказать, проекта и вообще знала, чем все заканчивалось, судьбой некоричь и так далее, привело просто в, ну, как бы сказал, я не знаю, в совершенно изумление. Ну, в общем, я попал, как говорится, «Пальцем в небо». Ну, мне поставили, соответственно, четверку, в общем, очень положительную оценку, но, тем не менее, она означала, что я, в общем, имею некоторые проблемы. Я вернулся к Дробежу, значит, стал, в общем, что-то рассказывать. Ну, шеф как-то, он не мог, перед ним молодой человек, который только закончил иства, так сказать, в общем, время, 71-й год, и он так просто сказал, «Вы читали критику на книгу Некрича?» Я говорю, «Нет». А зачем же вообще-то об этом стали рассказывать? И вот, как бы, Дробежев стал вынашивать план, как спасти пивовара с точки зрения его аспирантской судьбы. Ну, у него было, я бы даже сказал, не то, что было, у него не было незнакомых в этом мире, просто не было. не было. И масса людей к нему, меня никто не знал, но к нему относились, конечно, не только что доброжелательно, а просто мечтали чем-то ему отплатить с добро, которое он им сделал. Вот это вот тоже, я хочу сказать, что когда его не стало, в последний путь его провожало 15 автобусов, тосклюдей, которые ехали, не считая, ну, тогда, может быть, машин не так много было, но все-таки были персональные автомобили, 15 автобусов. Это, помимо вот этого катафалка, рейсовый автобус в Лиас, которые, так сказать, тогда были на 50 мест, так сказать, они были заполнены. Он обратился к Дуэльдовичу Клопову, впоследствии оппоненту по моей диссертации, кстати, вот, Елене Абрамовичу Гордону, великим нашим специалистам по истории современности, которые работали в Международном рабочем движении, и сказал, что я буду пытаться, а еще экзамены идут, я, в принципе, сдал только один экзамен, вот, там еще нужно было сдавать естественную историю партии и иностранный язык, что я буду сдавать еще и туда. Я готовился в Институт истории СССР, поэтому я три месяца читал эту литературу, а экзамен, допустим, в МРД, который касался всеобщей истории, всеобщей истории, подчеркиваю. Был там через две недели или через неделю. Ну, надо отдать должное, и мне, что в чем повезло, и везло. Дело в том, что по отечественной истории экзамены были гораздо более, не то, что фундированы, другого плана. Там речь шла об историографии, а здесь речь шла просто о, ну, так сказать, теме по всеобщей истории, которая может быть. Я что-то, конечно, знал, но, в общем, не на таком уровне, чтобы мог отвечать таким солидным людям. А сидел передо мной господин Заборов, который автор четырехтомного собрания, сочинения его по историографии крестовых походов, как сейчас помню. Но спрашивал у меня про Парижскую коммуну, а не про крестовые походы. Потому что, если, конечно, он меня спросил про крестовые походы, он просто встал бы и ушел бы, не стал бы меня слушать, естественно. что-то я ответил. Хотя, Леонид Абрамович сказал, ну, вообще-то, говорит, мы оба, и Клопов, и Гордон, специалисты были по российской, ну, как бы тогда советской тематике. Но они были очень эрудирные люди. И Гордон, выйдя, сказал, говорит, ну, что это такое? Ну, мне было самому не очень, конечно, так сказать, комфортно, потому что тут-то я, где мне за некричь поставили четверку, я действительно много знал, а тут, конечно, ну, что я говорю? Ну, я знал, конечно, возрастную программу, но это совершенно не тот уровень. И я тоже помню, как он мне сказал, говорит, вы знаете, в какой рубахе казнили Карла Второго? Ну, я думаю, про себя, совсем издевается. Я тут пришел, так сказать, народный фронт, так сказать, Карл Второй, так сказать, в какой рубахе? Говорит, в красной рубахе, потому что, чтобы народ не видел королевской крови. Вот, говорит, надо знать предмет. И пошел. Но Дробежев все равно, так сказать, вел эту работу, он разговаривал и там, и там, и в том институте, и в этом институте. Благодаря его усилиям, именно его усилиям, я попал в две аспирантуры, но, правда, в обеззаочные. Хотя у меня были пятерки, повторюсь, все три. Но взяли из восьми человек семь, хотя у меня тоже были все пятерки. Но дело было почти что доведено до анекдота, потому что кадры-то были одни и те же. Академия наук имела много институтов, но отдел управления кадров было одно. И когда это все сошлось в одно место, отдел управления кадров, конечно, во-первых, возмутилось этим безобразием, а во-вторых, так сказать, хотело уже меня, так сказать, как бы и наказать. Но на мое счастье были еще шустрее ребята, которые поступили в две очные аспирантуры. И вот один из них, уйдя из, так сказать, из какой-то очной аспирантуры, из института истории СССР, куда я пытался с самого начала попасть, освободил место. А до этого Дорубежу сказал так, значит, все-таки, поскольку ты никакой не специалист по рабочему движению международному, извините, он на вы все время говорил, фим, никакой вы не специалист по международному рабочему движению, все это прекрасно понимают, вот, а историей СССР все-таки вы действительно и занимались, и увлекаетесь, надо остаться в заочной аспирантуре института истории СССР. А где же работать? А вот работать надо у Гордона и у Клопова. И так я полтора месяца или два месяца работал у Гордона и у Клопова, занимался массовыми, массовыми, опять же, источниками и статистикой, что мне тоже, кстати, потом помогло, еще в годы до перестройки они публиковали блестящую книгу «Человек после работы», где давался логический портрет работников, они были обследованы в Токонроге, где-то еще в каких-то других городах, которые характеризовало людей вне работы, вот вне рабочее время, чем занимаются люди. Это была блестящая работа, классическая работа, я даже помню до сих пор цвет обложки этой работы, такой салатовый с проблесками, более бежевого, блестяще сделана книжка и огромный фактический материал, они ввели эти панельные обследования несколько, ну, по-моему, более 10 лет. Это, кстати, был тандем очень творческий, они работали всегда вместе и у них масса была совместных работ, это были коллеги, которые были однокурсниками, оба кончали истфак, и блестящие специалисты в зарождавшейся отечественной социологии. Тогда она только, конечно, ну, так сказать, в 70-е годы давала первые плоды, она возникла-то в 60-е годы. И вот уже в перестроечное время они публиковали книжку 30-е и 40-е. Это, пожалуй, до сих пор непревзойденный пример вот такого, с одной стороны, и полемического, и политологического, и исторического, и исторического ракурса. Ну, а вот, как я же сказал, через несколько месяцев еще один более, еще активный товарищ ушел из аспирантуры Института истории СССР, и усилия Дробежева увенчались абсолютным триумфом, потому что 15 декабря, в день моего рождения, кстати, меня зачислили в аспирантуру Института истории СССР, в очно-наочную, так сказать, форму, и я вынужден был уйти, под контролем Клопова и Гордона, но как руководителей этого сектора в Институте международного рабочего движения, но на долгие годы сохранил и, так сказать, уважение, и контакты с этими людьми Леонид Абрамовича, к сожалению, уже нет. Идуард Верчук-Клопов был оппонентом моей диссертации, и, в общем, я его, так сказать, очень уважал, уважаю и буду уважать всегда. А Гордон, я вспомнил про этого Карла Второго не случайно, был очень едкий с точки зрения вот критики своих коллег, подчиненных, но блестящий человек вот одновременно с этим, поэтому все ему прощалось, и едкость это тоже, потому что настолько был острый у него ум, настолько он проникал, что ли, сказать, в суть вещей. Это сочетание этих двух фигур, Клопова, который был гораздо более, как бы, мягок, что ли, в общении с окружающим миром, одновременно мог вот эти вот не очень оформленные, так сказать, всплески идей Гордона превратить в что-то такое, так сказать, доступное окружающим и, так сказать, в общем, в товар, короче говоря, исследовательский товар. это сочетание было у них просто, как мне казалось, идеальным. И это все вот решалось, вот то, что этот пример, который я сейчас назвал, это все решалось на этой кухне. Я прибежал тогда после первого экзамена, после каждого прибегал тоже, и я говорю о себе, но это я могу распространить на всех учеников Владимира Зиновича, я встречал там, я уже выяс видел этого, я встречал их там, я знаю, что они бывали, я знаю, что он помогал, я знаю, что он этим жил. Ну, еще одна, один штрих к портрету Владимира Зиновича, это его неограниченное стремление познать окружающий мир. Ну, и это, как в хорошем смысле болезнь, распространялось и на его школу, и на его учеников, потому что с первых дней моего знакомства, с первых месяцев я знал и участвовал в этом, что он организует огромное количество поездок по стране, в которых участвуют его ученики, его, друзья его учеников, родственники его учеников, так сказать, или будущие родственники. Собственно, моя супруга оказалась в этой поездке тоже, так сказать, по моей, как бы, так сказать, по моей просьбе, так сказать, по его решению. И формально эти поездки были двух типов. Во-первых, в нашем учебном плане, нашего исторического факультета, была обязательная ознакомительная практика после третьего курса. Но разные кафедры проводили ее по-разному. Кто-то вообще как бы сводил на нет, кто-то привозил в какой-то архив, кто-то, в общем, какие-то организовывали встречи. Дробежев же организовывал настоящие путешествия. Эти путешествия, кстати, они касались не только России, а теперь уже многих стран, потому что они охватывали весь Советский Союз. Они были многодневные. Обычно на две-три недели. И масса людей просилась, масса людей этого хотела, и, конечно, Дробежев отбирал того, кого он берет. Во-первых, он проверял на практике тех, кто с ним ездил в первый раз, и он знал уже положительный и неположительный черты характера довольного человека. И, во-вторых, конечно, он тем самым объединял вокруг себя многих своих учеников, потому что это были ведь не просто поездки, это было и обучение, потому что он садился около водителя, и вроде бы для того, чтобы он, как он говорил, на всякий случай не засыпал, потому что, конечно, это очень ответственное дело возить львовский автобус молодых людей по городам и весям нашей необъятной в свое время Родины. он садился около водителя и как бы вот по дороге, вроде бы, чтобы водитель не засыпал, брал микрофон и рассказывал о том, что мы проезжали. Он знал очень много, потому что, во-первых, он читал курсы исторической географии, которые я тоже сдавал, исторической географии нашей страны. Речь шла о географии 20-го века, конечно, но он знал бесспорно и весь курс целиком, начиная с магазинских городов или Великого Шелкового Пути, чего угодно. И он имел вкус географии, исторической географии. Он не только знал, он это пытливо изучал, и у него была масса работ по районированию, истории районирования страны, картографии. Владимир Владимирович был очень широко эрудированным человеком и очень разноплановым с точки зрения тем своих исследований. К тому же у него была масса и друзей, которые по дороге могли подсаживаться к нам и давать какие-то комментарии по той территории, к которой мы проезжали. Но и что это за маршруты? Допустим, я вспомню, поминаю, условно, Москва, Минск, Брест, Вильнюс, Москва, или Москва, Киев, Закарпатье, Львов, Москва, или Москва, Псков, Таллин, Саарима и так далее. То есть это были такие кольца, которые, они не повторялись, каждый год менялись, но я был на таких путешествиях ни один раз, ни два, ни три. И последний, по-моему, уже будучи аспирантом ездил и на восток, и на запад. Но потрясающая была одна самая незабываемая поездка, которую я все время не уходит у меня из памяти, потому что, к сожалению, так много изменилось в этих местах и неузнаваемо изменилось. И если бы мы знали в 73-м году, что мы будем ездить по этим местам, которые стали такими неузнаваемыми, просто не знаю, что бы с нами было. это поездка, которая называлась, так можно назвать Москва-Баку-Ереван-Тбилиси-Москва. То есть мы проехали по Кашистскому шоссе через Воронеж до Северного Кавказа, были в Улде-Кавказе, через Дагестан попали в Баку, из Баку через пограничные с Арменией, как раз вот эти районы, где были бои, попали в Армению, из Армении попали в Тбилиси, через грузинскую, так сказать, трассу, и потом уже вернулись обратно в Москву. Длилось это примерно 20 дней. Везде, да, в автобусе был абсолютно интернациональный состав, были ребята и из Азербайджана, и из Армении, и из Грузии. Конечно, было масса ребят из Центральдии, из Центральных областей, из Мордовии, из Поволжья, ну, конечно, из Москвы. И мы ночевали в аулах Азербайджана, и в селах Армении, и в Грузии, были в Тбилиси. И, конечно, понимаете, вот сейчас это вспоминать очень больно, потому что, если бы мне тогда сказали бы, что в тех местах, в которых мы проезжали, вот в этом интернациональном составе, возможно, такая межнациональная рознь и кровавые столкновения, и военные действия, я бы, конечно, не поверил. А главное, что эти места-то все, так сказать, вот и Роженикидзе, тогдашний, теперь Твудикавказ, и Дербент, я, как сейчас все это помню, и, конечно, очень много было, очень много было веселого, потому что Владимир Зинович не просто вез свою группу, а он вез эту группу студентов, аспирантов к своим друзьям, к своим однокурсникам, потому что, как только мы пересекли границу Азербайджана, в автобус ворвалась группа улыбающихся мужчин его же возраста, которые уже нас не отпускали вплоть до переезда на румянскую территорию. Вот. Это было и в Генже, и на озере Гюлью, или, так сказать, на... И Шефа даже было неловко, потому что он не хотел как бы развращать студентов полным изобилием и полным коммунизмом. То есть, это вот действительно, как вот Хрущев обещал моему поколению жизнь при коммунизме, вот эти три недели, это был вот первый период, этап, или первый случай, когда я жил при коммунизме, потому что действительно, не знаю, какие у меня были способности, но все мои потребности в еде, питье, удовлетворились просто абсолютно, так сказать, как бы вот в коммунистическом ключе. Я помню, как мы выходили из какого-то пансионата на утро и всем этим автобусом, где там... Это были голодные годы, между прочим, это голодные годы и для этих регионов, то нельзя сказать, что прямо уже они там пировали или жировали, это как бы не так, но законы кавказского гостеприимства они не могли это нарушить. Я, конечно, сказал, когда мы выходили, потому что нам поставили по две баночки сметаны на всему этом автобусе, я говорю, что же, это мы съели, недельный паек этого лагеря, что ли, вот этими, а нам еще честь эту пионерскую отдают, просто же немыслимое дело, вот, ну, Дробежев тоже сказал, что это безобразие, но тем не менее, и он как-то хотел немножко, все-таки, ну, он понимал, что у молодых людей они могут подумать, что это так вообще должно быть везде и всегда, вот, сружится голова, понятно, но тем не менее, гостеприимство, это было совершенно раздольно, и вот на берегу этого озера устроили такой, как бы сказать, для нас, специально для нас какой-то такой гостеприимный стол, даже не стол, даже не стол, а, собственно говоря, это поле, потому что, естественно, это восточные традиции, там не было никакого стола, и все сидели на корочках, полагается, в этой стороне, вот, и тут произошла сцена, которая просто нас всех шокировала, и мы просто не знали, куда деться. Один из наших участников, так сказать, немножко, так сказать, раскрывся с душой от выпитого, услышанного, от тостов и так далее, от того, что, так сказать, он так его принимает, ничего не хочу сказать о нем плохого, но просто не понял, так сказать, где он находится, и поскольку он из центральной полосы был и не очень умел сидеть по-турецки, вот, поэтому он стоял все время в такой позе на двух коленях, на одной руке, а в этой руке у него был, собственно говоря, вот так он передвигался. И вот, во время, или, так сказать, в общем, этого застолья, он вдруг попал, ну, как пошел, как бы так вот, подошел к главному строителю все этого дела, не знаю, финансово или нет, но устроителю, со стаканом, так сказать, налитым вина, вина, так сказать, там все-таки было действительно, и говорит, от нас. И когда он сказал, это от нас, в общем, не то, что, ну, во-первых, даже студент, Дробеж вообще не знал, что делать, так сказать, потому что он подумал, что сейчас начнут нас от нас, так сказать, вот это озеро, внизу там, то есть мы будем, так сказать, ну, и так и должно было быть, по идее, надо было собрать всех за шкирку и выбросить, чертам, вот, ну, все-таки это было, во-первых, это был 73-й год, во-вторых, законы гостеприимства все-таки возобладали, не повел бровью этот человек, и как бы ни в чем не бывало, так сказать, замяли этот вопрос, ну, конечно, мы всегда это вспоминали, вас от нас, это была фраза шефа, которую он часто, и как только он у вас от нас, я вообще хочу сказать, что Владимир Владимирович был потрясающее чувство юмора, и вот как-то даже он особо мог и не, его не выказывать, но мы видели всегда, когда он немножко прищурит глаза и делает какую-то ухмылку, все понимали, что сейчас он что-то скажет, и все мы просто будем падать от хохота, гомерического хохота, потому что и даже уже в преддверии того, что он скажет, мы уже хохотали, особенно девчонки наши, еще даже ничего не сказал, но, в принципе, уже это, как бы, как, знаете, перед грозой какой-то, так сказать, вот сейчас, сейчас молнии будет, и, собственно говоря, и поэтому, когда он говорил, ну, говорит, у вас от нас, больше ничего не нужно было, все эти участники этого события, конечно, испытав сначала страх, потому что они понимали, чем это могло кончиться, а потом, когда все это ушло, так сказать, ну, и потом он сказал, вот в этом вечером, когда уже все это кончилось, значит, и он стал собирать всех этих студентов, чтобы они, так сказать, в общем, были где надо, они, часть из них просто, тепло же, они разбрелись, и, так сказать, просто ничего не делали, просто лежали, так сказать, так вот на полянах, значит, ну, какой-то местный, местный пришел, говорит, я был свидетелем, говорит, значит, ну, видимо, понимая, что, кому ему обращаться, ведь самый крупный человек, самый большой, он не знал, что Дробежев, так сказать, это Дробежев, и, говорит, ну, какие-то там лежат, он говорит, это не мои, сказал Дробежев, коротко, и тот отстал, это не мои, а было еще случай, он же был доктором наук, естественно, у нас единственный, во всех наших поездках, и какой-то, когда нас бывало, иногда селили в каких-то домах, ну, или каких-то дешевых гостиницах, что было крайне редко, потому что эти путешествия в основном были как устроены, значит, мы брали с собой палатки, мы собирали деньги на тушенку, и так далее, и фактически это было такое путешествие на природе, в то время было это совершенно безопасно, а в некоторых местах, если говорить о прибалтийских регионах, там были специально организованы такие места для таких привалов, еще, может быть, не было таких кемпингов, но привальные места были, и это было очень, ну, и мы брали с собой даже и дрова, вот, автобус, какие-то небольшое количество, чтобы начать что-либо, и вот так вот путешествовали, такой туризм такой, в общем, но не забывайте, что это годы, когда туризм был массовым явлением, я сам был туристом, студенческие годы очень активно, даже, так сказать, второй разряд имел, но это уже было чуть позже, но тем не менее, я имею в виду эти путешествия, они так строились, но иногда мы селились и в гостиницах, и вот я не забуду помирающий сосмех доктора, доктора Дробежева, который подошел, говорит, я, подошел, так сказать, к регистрации, даю документы, говорю, доктор, наук, а тот не услышал, вдруг какой-то ко мне говорит, доктор, доктор, у меня что-то болит, доктор, да я не другой доктор, все равно, доктор, помоги, значит, я тоже Дробежев все время рассказывал, с усмешкой, вот такая вот, скажем, вообще история, кроме вот этих путешествий, о которых я говорю, как практик, Владимир Зинович организовал постоянно, зимой, весной, осенью, двухдневные, однодневные, вот эти экскурсии, на автобусах, по Золотому кольцу, или, так сказать, по Ближнему Подмосковью, и тоже, конечно, практически одна и та же группа, в разных вариантах, участвовала в них, участвовала в них, но, Московский университет имел тогда базу, так сказать, как бы, автобазу, в которой было несколько, по-моему, десятков этих львовских автобусов, и, конечно, это позволяло им это, в общем, а у него были прекрасные отношения и с водителями, и с, конечно, руководственных баз, и вообще у него было такое интересное качество, он умел разговаривать со всеми категориями населения нашей страны на их языке. Он находил, так сказать, как бы, теплые, он уважал этих людей, как бы, теплые, как бы, такие слова, которые к нему располагали любого человека, на любом уровне, так сказать, от высшего шелона, и особенно в народе, в принципе, он мог войти в любую деревню, в любой поселок и, так сказать, расположить в себе человека. Я вот это качество, конечно, им восхищался, ну, такого уровня искусства у меня нет, но я всегда вот это помню, потому что это крайне важно с точки зрения, я бы сказал, жизни, в то время тем более, в то время тем более. И эти люди отвечали ему тем же, потому что это можно было, так сказать, увидеть и во дворе дома, где он жил, потому что все население, и все службы, которые там были, к нему относились трепетно и уважительно, и одновременно делали ему, ну, практически, если он обращался, молниеносно все, что он хотел, потому что он тоже к ним относился так же и многим помогал, и советами, или какими-то там, в общем, другими, чем мог. Владимир Зеленович Дробежев начинал свою деятельность, это, может, не все знают, в качестве редактора отдела советского периода журнала «История СССР». Затем он многие годы был заместим главного редактора у Юлия Становича Полякова, этого же журнала, и курировал все, что касалось 20 века. А это достаточно много, потому что включал не только, собственно, сами отделы советской эпохи, но и отделы по историографии, отделы по зарубежной истории и так далее. И именно туда, собственно, он пригласил меня в 1973 году, я, как сейчас помню, 5 апреля, после того, как, к сожалению, погиб научный руководитель по моей диссертации, Юрий Владимирович Воскресенский, и оказался вообще-то без руководства, и он предложил мне перейти в журнал, а восприниматель остаться в заочной. Так я и сделал. И я очень рад, что мне довелось более 10 лет работать в этом коллективе. Такой школы жизни, которая для молодого человека, у меня тогда было, когда я пришел, мне было, по-моему, 22 года. Я, конечно, не мог бы получить. Во-первых, это, с одной стороны, абсолютно самостоятельная работа, потому что зав. отделом журнала, это назывался зав. отделом, на самом деле, никого отдела, кроме этого человека, и не было. Впоследствии, как раз в моем отделе, был еще один сотрудник, но это уже через много-много лет. А так, это были группы людей, которые каждый отвечал в свой участок работы, независимый. Он отчитывался только перед главным редактором и его заместителями. С другой стороны, Дробежев очень часто руководил вот этой невидимой для авторов, но крайне важной частью деятельности журнала. То есть, подготовки рукописей, заказами, организации работы каждого отдела, а мы должны были этим заниматься все время беспрестанно. и, главное, доводкой уже полученных в редакцию материалов и работы с авторами, и работы не только с рукописями, но со сверкой, верской и так далее. В то время, это было советское время, не то, что верской, но и сверку правили по разным причинам, в том числе и по личинам и, так сказать, качества материала, и причинам, к сожалению, политическим, каким угодно. И вот я видел, как организовано было дробежем вот это обсуждение, которое проходило перед каждым и каждым номером. То есть, каждый отдел получал рукописи, не рукописи, а уже верстки или сверки других отделов и ругал их, так сказать, как угодно, критиковал совершенно безгранично, соответствующий получал критику на себя. И вот в такой вот, так сказать, массе вот этой критики выклистовывался окончательный номер, окончательное решение принимал тот, кто вел, а вел обычно дробежи в эти, так называемые, такие сборища. Ну и, конечно, если даже он не мог решить, то окончательное решение уже принимал главный редактор. И вот эти сборища на меня произвели незлодимые впечатления. Я поначалу даже не понимал, насколько возможно, я никогда раньше не был в журналистской среде, насколько возможно эта такая, знаете, без всяких икивоков, довольно резкая, уничижительная даже критика коллег. Хотя в этой критике не было ничего персонального. Обсуждали только тексты, тексты каких-то авторов, которые вот данный отдел подготовил. И, в принципе, никто не выступал против этого, заведующего этим отделом. Выступали против за то, чтобы качество было лучше. Но критика была жуткая, если вспомнить, и я поначалу даже как-то как в боях ходил на эти заседания, тем более, что я был самый молодой, и, как в любом понятном журналистской среде, мне доставалось не так уж мало. Хотя у меня была кураторша, довольно боевая женщина, Наталья Герундумова, которая имела свой отдел, но немножко и защищала и меня. Поскольку Дробежев поручил это делать, она к нему очень хорошо относилась. Если почитать ее мемуары, видно, что они очень были дружны. И она этот крест несла очень серьезно, потому что, конечно, научить, во-первых, некоторых научить работать реактором нельзя. Я все-таки, слава богу, видимо, был обучаемый, потому что я провел на этой должности почти 15 лет. Но, тем не менее, научить довольно трудно. И, как сейчас помню, один раз Владимир Занович меня вынужден был даже похвалить. Он не ожидал такой прыти. А прыть заключалась в том, что там среди наших сотрудников был потрясающий редактор, который прошел огонь и воду. Он работал в советской культуре когда-то, в комсомольской правде, где-то еще там. Марк Петрович Польский, он прожил долгую журналистскую жизнь и нахлебался, как говорится, выше головы. К сожалению, уже его нет среди нас. Я его очень ценю и память о нем в сердце сохранил. И это был редактор тоже очень серьезный, но редактор не исторического материала, а вообще редактор. Он очень следил за формой. А мы верстки же смотрели, там уже были абзацы, большие, маленькие. И он всех дробил, потому что, конечно, историки, редакторы, форме, вообще никто не думал, главное содержание. И получались, конечно, бывали нарваные какие-то абзацы. И вот, значит, он, так сказать, часто это дело и мне тоже, так сказать, впаривал. И вдруг мне попался его материал, то ли он прозевал, то ли, так сказать, спешил. Где было на полосе 16 абзацев, и первые начинали все с предлога В. Я это, конечно, взял, и когда, так сказать, дошла до меня очередь, я не имею, конечно, таких ораторских качеств, но все-таки достаточно вразумительно это изложил. Ну, во-первых, наступила тишина. Потом возник не то, что гомерический хохот, я думал, что стены развалятся. Вот, значит, и больше всех, конечно, почти же бесшумно, потому что он никогда не мог смеяться в голос, Владимир Зинович, он просто хихикал от удовольствия и от восторга, что вот и этого мэтра, так сказать, вот этот вот маленький, начинающий, так сказать, автор, как бы, не автор, а редактор, ну, как бы, ну, ставит на место. И Марк Петрович ничего не... Он был злаядным курильщиком, он ничего не сказал, он улыбается, стал курить, я сказал, ну, делать было нечего, короче говоря, я тем самым отбился. Но вот я вспоминаю эту сцену еще и потому, что Дробежев до этого он меня не защищал. У меня вот, так сказать, долбали, он говорит, ну, это надо сделать, это надо сделать, это не то, что два дня, это продолжалось несколько лет, так сказать, вот. И вдруг, когда вот это все случилось, он сказал, когда все отцомиялись, говорит, ну, все-таки мы из него что-то сделали. Сказал Дробежев, и на этом кончилось это обсуждение. Ценен был Дробежев как редактор еще тем, что он обладал просто энциклобическими знаниями, потому что вынужден был заниматься всем, чем угодно на этой должности, потому что зам по этому журналу отвечал практически за всю информацию и по истории отдельных регионов, и по истории отдельных народов, и по истории, допустим, крестьянства, рабочего, города, ну, ничего угодно, культурной жизни и так далее. И что еще крайне важно, это позволило ему практически знать почти весь, ну, авторский корпус, который писал что-либо по отечественной истории. И он его действительно знал. И его знали все. И я помню, как много раз я видел вот эти длительные беседы, а я напоминаю вам, что Дурбежеву очень умел слушать. Это были даже монологи этих авторов, которые приходили и рассказывали о том, о своем, так сказать, лаборатории своего творчества. Я бы, конечно, слушая все это, поскольку я был молодой, давно прекратил бы, потому что это немыслимом было, мучительно было. Я помню и то, что как быстро, как молниеносно он правил. То есть, он как-то видел сразу всю страницу. И вот, переставить, ну, из конца в начало. То есть, к сожалению, вряд ли сохранились, может быть, сохранились какие-то вот эти рукописные материалы, которые он правил. У меня-то мои сохранились, но я хотел бы посмотреть вот эти внешние. Это были, конечно, какие-то, в общем, просто эквилибристик какая-то. Значит, просто машинистки уже знали и почерк, и стрелки, и все эти пометы дробежевые. Но если подалась новая машинистка, она просто была в отчаянии. Она просто не знала, что делать. Вот она приходила там, и ей многие, кто уже с этим были знакомы, с упоением это разбирали. Получает это тоже эстетическое удовольствие. Ну вот, и, конечно, я считаю, что и как лектор, и как автор сам, Владимир Владимирович очень вырос от того, что он вел эту работу и знал эту работу, потому что ему было легко. Он купался в этом материале и прекрасно знал практически всех, кто так или иначе занимался этим ремеслом. кстати, один раз и он попытался и меня сагитировать на то, что я очень не хотел сначала делать, именно мотивируя тем самым, о чем я говорю, о опыте редакторской работы. Когда уж я работал на его кафедре, ну, так сказать, начал только работать, и ему пришло в голову, что надо из меня готовить тоже лектора, который будет читать общий курс. Я когда-то читал курс для поступающих в ВУЗы, еще года был студентом, именно он меня туда направил на курс для поступающих в ВУЗы в МГУ. Я читал в огромных аудиториях, в тех самых, которых, кстати, когда-то сам слушал. Но курса, лекции, да и тем более, зная, что читает обычно заведующий кафедрой этот курс, я, конечно, не читал полностью, и я сразу стал отказываться. Мои, в общем, аргументы были, так сказать, довольно быстро им отринуты, кроме одного, что я, так сказать, вообще опыта не имею. Так сказать, вот материал-то, да, он сказал, вот наш, ваш опыт в редакции, он вам поможет, потому что вы знаете историографию, знаете людей, которые этим уже много лет, он все равно взял меня на вы, вы уже много лет следите за этим, и так, иначе вам это поможет. Действительно, лаборатория творческого поиска в журнале, конечно, огромная, потому что видишь все время, ну, как вырисовывается замысел работы, как обсуждается это на редколлегии, какие люди обсуждают это на редколлегии, ведь это на редколлегии тоже, простите меня, это и Черепнин, Дмитриев, Грунт, я могу, это великие историки, которые у меня, Борис Ильич Краснобаев, Леонид Васильевич Милов, Иван Митриевич Ковальченко сам, ну, это же все наша, так сказать, гордость, и я, так сказать, слушал и Минца, он приходил редко, но все-таки, когда приходил, это было явление, я счастлив, что я читал и пытался править, это было, конечно, смешно, Михаила Абрамовича Барга, нашего великого, специалиста, области теории истории, но я счастлив, что несколько работ я с ним, как бы, ну, издавал, что ли, конечно, там были и масса вещей, которые мы никогда не могли найти, потому что он ссылался огромное количество раз на классиков, найти эти цитаты никто не мог, потому что он все по памяти это пересказывал, и что он там имел в виду, мы обращались к нему, он улыбался, опять не мог, ну, в общем, это отдельная тема, и вот, тут Дробежев, конечно, был, так сказать, прав, что эта информация мне помогала, как бы, быть уверенным в студенческой аудитории, но вот, опыта не было, и тут он, сделал совершенно меня сразивший, так сказать, ход, он говорит, а вот знаете что, а вот вы походите на мои лекции, и я, ну, вроде бы, я вообще-то бывал на его лекциях, но, к сожалению, никогда сам не слушал, потому что, курс, потому что мне не довелось, у меня другие преподаватели читали на ИСТФАКе, и тут я оказался, пожалуй, самым внимательным слушателем всего его курса, то есть, я сидел не просто как, ну, знаете, как, послушайте материал, а именно как человек, который крайне заинтересован во всем, не только в тексте, это само собой, но и тексты я, конечно, более-менее его знал, потому что и лекции какие-то были опубликованы, ну, и материалов много у нас общих было, и статей, и книг, и так далее, но и форма, и работа с аудиторией, что вообще самая, так сказать, ценная в его деятельность как профессор, он все время работал с аудиторией, он, как только она чуть-чуть теряла, как бы, ну, не то, что, или он чувствовал, что теряется какой-то вот контакт, он его сразу усиливал, какими-то встречными вопросами, так сказать, шуткой, и так далее, вот он все время, он как был все время вот в диалоге, хотя это было невидимо, и форма, и главное, как он заканчивал, ну, на какой, на какой ноте, так сказать, этот материал, не было случаев, чтобы он вообще-то не успевал, вот такого вообще не было, я не знаю такого примера, у него всегда все было вовремя, он даже заканчивал чуть раньше, не потому, что он нечего было сказать, просто он как-то чувствовал, когда нужно закончить, вот это, так сказать, какая-то интуиция, конечно, это потрясающий опыт, и тогда, когда я все это соединил, я начал читать эти лекции, и вот через много-много лет, уже когда я уже, так сказать, так сказать, много лет уже был преподавателем, меня встретили на какой-то, какой-то тетральной премьере два моих выпускника, много лет, уже закончивших вуз, уже работающие, ну, как, конечно, молодые для меня, но, и вдруг, один молодой человек стал вспоминать мои лекции, и он стал вспоминать, вот, какие-то мои примеры, которые, так сказать, ему запали в душу, я был поражен, не тем, что материал был совершенно другой, Дробежев, в данном случае, мне не мог помочь с точки зрения, как бы, ну, самого контекста, а вот подходы, подходы, я, конечно, признаюсь, взял именно у него, и мне было очень радостно, что вот это, как бы, ну, насколько я смог, и другой разговор, но все-таки передалось этому молодому человеку, как бы, через поколение, что ли, он этого не знает, и, так сказать, до сих пор не знает, но дело не в том, а вот мне это было очень памятно, и, я бы сказал, радостно, так что работа редактором, это, конечно, бесценный опыт, и, бесспорно, Владимир Зинович Дробежев им всегда обладал. Владимир Зинович, как мы уже говорили, был одним из немногих специалистов по советскому периоду, который не только охотно, но, так сказать, активно общался с коллегами из Дробежа. И многие из тех, с кем он общался, допустим, когда они были стажерами только, а затем стали достаточно известными специалистами, его тоже помнят и очень уважают. Самое интересное, что он и тут проявлял такой, как бы, функцию свою, как учителя. Он очень часто пытался направить к ним своих учеников. Так, кстати, я попал впервые в, так сказать, на реальную стажировку в США, и так я впервые преподавал историю, так сказать, в американском университете, потому что в основе этого была долгая, длительная дружба Владимира Дробежева и Шилла Фитцпатрик, ну, достаточно известной специалистки по, так сказать, тридцатым годам. И вот она приехала к нам в архивный институт, хотя, конечно, она и до этого тоже приезжала много раз, и предложила, чтобы Дробежев поехал к ней поучаствовать в ее семинаре. А он сказал, что вот он сам-то не поедет, а вот пивовар может поехать. Это было весной 89-го года. К сожалению, летом 5 июня 89-го Владимира Дмитриевича не стало, а договоренность, конечно, осталась. И вот я уже осиротевший, как, так сказать, потерявший учителя, но, вовсе, к сожалению, дважды осиротевший, потому что 10 августа ушел из жизни мой отец в этот год, я оказался впервые в качестве приглашенного профессора в Техасском университете в семинаре Шилла Фитцпатрик. Ну, очень много было анекдотичного в этой истории, когда я в первый раз приехал туда. Во-первых, конечно, советский человек совершенно был далек от реалий Америки в той эпохе, даже простых реалий. Даже того, что терминалы, так сказать, в американских аэропортах не означают просто входы, а это разные авиационные компании. У нас ведь тогда была только одна компания, Аэрофлот, и мы даже не представляли, что их, может быть, 10 или 20. И когда она мне написала, что я должен перейти из одного терминала в другую компанию, я даже ничего не понял, куда мне идти. Значит, вот, вот, конечно, это была эпоха совершенно, так сказать, другая, по сравнению с нынешней. Я со своими, как нагруженный, как этими своими, как вещами, я ехал на целый месяц, значит, вещами, так сказать, и не знаю, какая там погода, потому что в Техас-то это юг, но мы должны были попасть потом в Чикаго, куда-то еще, а это совершенно разные, так сказать, климатические зоны. Так сказать, тащусь, вроде, по этим лабиринтам этого огромного аэропорта, настолько ошалел, что подошел, так сказать, к одному служителю и сказал, сори, мэм, и этот афроамериканец, так сказать, просто ошалел, но я понял, что он меня понимает. После этого я обращался смело ко всем. Попался мне какой-то парень, который говорит, я вам покажу, куда надо идти, только объясните моей невесте, которая будет в этом самолете, что я ее люблю. Я говорю, слушайте, я понимаю, ну, мне надо попасть на самолете. Он меня действительно чуть-чуть на руках пронес к этому выходу, я почти опоздал, потому что там очень долго было, все это проходило. Стыковка, конечно, была небольшая, но это американские условия, они же не понимают, что это самолет из СССР летит. Так вот, значит, он, во-первых, запоздал, во-вторых, очень долго ушло, это все. И вот я действительно попал в этот самолет, выполнил условия этого скандинавтичного жениха, сообщил этой невесте, что с ней все в порядке, значит, вот, заставил ее позвонить ему, тот был счастлив, что доставил меня коронадо, и все-таки выполнил, что ему надо. Вот, понимаете, найти так в аэропорту такого жениха тоже надо уметь, надо владеть языком совершенно, так сказать, свободно. Так вот, короче говоря, и я все-таки прибыл туда, ну, Шила меня встретила, первое, что меня поразило, меня поселили в гостинице, bed and breakfast. Ну, это сейчас мы понимаем, что такое bed and breakfast, а тогда я думаю, что это такое, значит, bed, я понимаю. Это, собственно, было частное, так сказать, в общем, практический бизнес, ну, все понимают, что это такое сейчас. Это гостиница, мини-гостиница, там было всего пять или шесть номеров, и хозяйка утром кормилась своего мужа, хозяина, этой, так сказать, этого гостиницы и всех постояльцев, а там было два постояльца. и у хозяина была карта, где, ну, этими кнопками, иголками указано, так сказать, откуда у него постояльцы. И когда он увидел, что кнопка Москва, он просто подумал, что он получил Нобелевскую премию. значит, значит, это сказать, и тогда я Осмелев спросил, а чего у вас только флаг-то Техаса? А там, ну, американцы во всех, на всех зданиях своих домов, домах и так далее, они вывешали флаги. Это традиция. Вот. У нас сейчас стало больше флагов, но тогда это вообще у нас было только над Кремлем флаг висел. Значит, вот, он говорит, Техас, только Техас. Я сразу вспомнил, что это результат Техасской войны до прошлого века, и что этот человек, так сказать, борется еще так тихо, борется за независимый статус Техас. Ну, в общем, ну, это, так сказать, и я оказался вот впервые на семинарии этой великой, я считаю, выдающейся специалистки по России, очень любящей по-своему, так сказать, и советскую историю, и Россию, и СССР, конечно, если понимать по СССР, и Россию, и все по советское пространство, но достаточно жестко, критически не относящиеся. И мы подружились с тех пор, мы уже, так сказать, дружим не одно десятилетие, я дружен был и с ее, с ее мужем, так сказать, и с Пасанком, который меня, так сказать, по ее указанию решил показать мне Техас, и приехал на мотоцикле совершенно таком, так сказать, ну, абсолютно, так сказать, упакованному на цикле, а я не могу сказать, что я обожаю езду на двухколесном транспорте, и возил меня примерно часа два по этому городу, я уже перестал ему задать опросы, потому что трассы дикие, и когда он, я спрашивал, он руку убирал, ну, ладно, закрыл глаза, и потом, какое же было мое совершенно потрясающее ощущение, когда он меня подвел, подвез к нормальной Хонде, у которой у него была блестящая машина, он хотел мне показать лучше это, так сказать, он действительно добился своего, значит, больше я такого ощущения от Америки не имел, потому что это потрясающее, так сказать, вообще движение, по огромным таким трассам, тут такие траки, я на этом мотоцикле сзади сижу, ну, вообще, в шлеме, значит, и, конечно, вот этот опыт еще и важен тем, что Шила, так сказать, как и Дробежев, она очень активна, американская ситуация, другая несколько, работала с своими аспирантами, и они в какой-то степени меня опекали, потому что, им хотелось меня больше получить, конечно, но одновременно они опекали, они меня опекали, ну, как человек, который, в общем, ну, в какой-то степени еще не приспособлен, так сказать, к жизни, в нормальных, так сказать, условиях, как они считали, вот, это им казалось, конечно, мы можем жить в любых условиях, мы, к тому, мы приспособлены вообще ко всему, так сказать, просто нам надо объяснить правила, допуски и посадки, а так-то мы приспособлены, но, генетически приспособлены, я имею в виду, потому что у нас такая выучка, которая не снилась никакому, ни одному, так сказать, этому американскому стажеру, но тем не менее, и я хочу сказать, что вот после этого меня познакомили, она меня привезла впервые на ассоциацию специалистов, как называть, 3PLSS, это ассоциация исследователей славянских стран, и, так сказать, славянских стран, это, собственно говоря, ассоциация советологов всего, всей Америки, она собирается каждый год, и там я познакомился практически со всеми своими друзьями, до сих пор, которыми я контакчу и дружу, это и специалисты из университета Мичигана, из Иллинойса, кстати, тогда же Даяна Конкрель предложила мне на следующий год или через год читать курс лекций у нее, я уже приехал на семестр, и так далее, и я посетил многие эти кампусы тогда, собственно, это вот, дроби уже не было, но вот это, так сказать, как бы движение им заданное, оно шло дальше, тут, ну, сказалось, вот как бы, не только профессионализм, но и какие-то личностные качества Владимира Зиновича, он умел располагать себе людей, у него было, если говорить о студентах, он обожал их как класс, вот, есть такое понятие, ну вот, просто раз студент, он вообще-то хороший, или она хорошая, надо только найти эти качества, вы просто не видите, а они вот есть, вот такой подход, понимаете, и это, конечно, ну, воспитывало, и он находил, находил эти качества, и в этих путешествиях, когда кому-то одно поручал, зная, что человек именно в этом силен, или он может проявиться, а кому-то другое, он находил, или, по крайней мере, искал, а если кто ищет, то все найдет, ну, и бесспорно, это касалось и его контактов с зарубежными коллегами, которые до сих пор его очень ценят, и я был счастлив, когда я готовил к 73-й его, к его дню рождения, уже после его, после того, как он уже шел из жизни, первый сборник, так сказать, ему посвященный, практически все, никто из тех, к кому обратился, из американских, и коллег, не отказались и написали очень интересные работы, причем никто, вот я, сколько я, к кому я обратился, столько я текстов и получил, я могу сказать, что если я обратился к большему количеству, я еще больше получил бы, просто это не от того, что они не хотели, а просто мы не смогли к ним обратиться, но все это было сделано очень тщательно, искренне, доброжелательно, и очень сердечно. Ну, одна картинка все время встает перед моими глазами, и она возникла практически почти что в первые дни моей работы в качестве тогда еще исполняющей обязанности ректора Российского коммунитарного университета. Я традиционно ездил и езжу, когда еду в университет, по Тверской, мимо его дома. И уже тогда у меня возник такой образ, я даже как-то его подумал, боже мой, мне показалось, что вот из окна третьего этажа этого дома я вижу лицо человека, моего дорогого мне человека, который с некоторым прищуром, с некоторым, я бы сказал, таким типичным для него, лукавым, выражением лица, смотрит на меня, покуривает и ничего не говорит, естественно, ничего не говорит, вот, но этот взгляд очень много говорит, вот, много говорит. Владимир Зинович умер в 89-м году, то есть тогда, когда еще существовал СССР, хотя, конечно, понятно, что годы перестройки изменили лицо всего общества, оно было совершенно другим, если сравнить его с 70-ми годами, 60-ми, 50-ми, но все-таки это еще было, так сказать, государство, и еще то, и еще формально существовало, как говорили святоги, советской цивилизации. Надо признать, что Владимир Зинович был романтиком именно той советской эпохи. Он считал, и это было его убеждение, что эту систему можно совершенствовать. И, конечно, не все его суждения, так сказать, или какие-то выводы, которые были тогда, они проверку временем прошли. Но, тем не менее, в чем-то бесспорно и дела его, и идеи его, и поступки, они пережили, конечно, ту эпоху бесспорно. И во многом он победил, так сказать, даже не зная этого. Вот бывает так, что человек побеждает, не зная того, что он победил. Вот это тот самый случай. Но мы это, конечно, знаем. Победил он и потому, что, так сказать, сейчас растет и стал уже студентом Владимир Дробежев младший, которого, конечно, к сожалению, он не видел, не видел, конечно, которым мог бы гордиться. Победил он и потому, что многие его ученики достигли чего-то и в образовании, и в науке. Я могу сказать, что среди учеников есть несколько ректоров и, конечно, пролекторы, и доктора наук, и работники телевидения, и, так сказать, работники музеев, и управленцы, и издатели. Нет им конца. И тем он победил, что в этом издании, которое уже издавалось после его кончины, кто есть кто в исторической науке, отечественной истории, не один, не два, а десятки людей, а там указаны только доктора наук, указали его своим учителям. Там есть такая графа. Я горжусь тем, что я тоже имел все основания это написать. Это, собственно говоря, не требовалось для этого никаких доказательств, просто это самоощущение человека. Может быть, он так считал. И это тоже знаменательно. Но победил он еще и потому, и оказался прав, что подходы к самому феномену учительства его были абсолютно верными, и они прошли, так сказать, испытания временем. И тут он не только прав, а какой-то задел для будущего. И я надеюсь, что в этом будущем его еще много-много раз будут вспоминать. субтитры 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 создавал DimaTorzok